Я, я, я. Такой фотовыставки в Ростове еще точно не было. Работы конкурсантов поражают профессионализмом. Отражение прошлого на зеркальных поверхностях, пересечение поколений в одном месте и даже лицетворение единого лица победы во всем мире. Фотографы со всей области поймали на объектив мимолетные мгновения, часто незаметные обычному в глазу. Думаю, что это уровень даже зрелых фотографов, но с невысокой долей техники. То есть ребята только недавно учатся работать с фотоаппаратами. А на самом деле целиком выставка очень хорошо смотрится. Среди ста представленных работ сложно отдать свое предпочтение чему-то одному. Но забегая вперед, скажем, решение жюри было единогласно. Победитель конкурса – 16-летняя Елизавета Пеняева. Девушка запечатлела истинные эмоции правнучки войны на параде победы в Ростове. Эксперты говорят, что снимок достоин страниц газет и журналов. Настолько качественно он выполнен. Просто прохожий человек. Даже не предполагалось, что она попадет вообще сюда. Попала совсем случайно. Участники конкурса – молодежь от 12 до 30 лет. В течение нескольких месяцев фотографы присылали работы организаторам выставки – законодательному собранию области. Парламентарии признаются – они несколько дней выбирали лучшие фотографии. Очень много работ пришло на этот конкурс. Порядка 13 городов и 14 районов нашей области приняли участие, причем самое активное. Некоторые ребята по нескольку работ присылали. Всех участников конкурса поощрили дипломами и ввели дополнительную номинацию – приз зрительских симпатий. Помимо жюри, в отборе лучших работ участвуют и обычные посетители выставки. Для этого нужно на понравившуюся фотографию наклеить вот такое вот сердечко. Чем больше голосов на фото, тем выше вероятность выиграть приз зрительских симпатий. Мы свой выбор сделали, но большинство посетителей выбрали победителем работу таганрогского фотографа «Весна победы». Теперь, как обещают организаторы, акция будет проходить постоянно и работы будут не только на военную тематику. Юлия Карасюк, Станислав Фоменко, Надону.